Продажные политики и сенаторы, продающие свой голос и свои речи за американский доллар, который печатается одной кнопкой против биткоина. Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про три темы, самые громкие темы последних двух дней. Первая из них касается крупнейшего в истории криптовалют взлома. Также поговорим о криптозаконе в США, который до сих пор рассматривают, и закончим тем, что происходит в Российской Федерации с криптовалютой, что с ней будет до 2025 года. Но по большей части сегодня я хочу поговорить даже не об этом, а о том, как банки покупают сенаторов и даже министров, преследуя свои цели. Сегодня я покажу одного сенатора и одного министра, которые точно попались на взятках от крупнейших банков в Америке. Начнем с самой громкой истории вчерашнего вечера. Хакеры похитили 600 миллионов долларов в криптовалюте у пользователей Poly Network. И это крупнейшая хакерская атака в истории криптовалюты и децентрализованных финансов. Но самое интересное, что Poly Network оказывается кроссчейн-платформой, которая связывает множество блокчейнов. Например, такие как Neo, Binance Smart Chain и Anthology. Именно поэтому его взлом затронул активы в Биткоине, Эфириуме и Бинансе и некоторых других криптоактивах. Poly Network, который не нужно путать с Polygon-матиком, в Твиттере на это отреагировал целой серией постов, которую начал этим постом. Нам очень жаль сообщать о том, что Poly Network была атакована, и активы на блокчейнах Binance Chain, Эфириум и Zero в X Polygon были отправлены на следующие адреса. Это десятки тысяч человек, которые потеряли свои деньги в криптовалюте. Меня лично это никак не задело, потому что о Poly Network я более-менее узнал только вчера. Сначала я вообще подумал, что у Матика опять какие-то проблемы, но это оказались совершенно разные сети. Этот взлом показывает нам, насколько ранее является технология DeFi, насколько децентрализованные финансы еще не зрелые, как какой-то эксперимент. Мы уже слышали о взломах DeFi протоколов до этого, но этот взлом называют самым крупным в истории децентрализованных финансов. Этот взлом стоил более 600 миллионов долларов, но убытки могли быть еще более катастрофическими. Ведь в сообщении, прикрепленном к одной из транзакций, хакер написал, это мог бы быть взлом на миллиард долларов, если бы я переместил все остающиеся щиткоины. Получается, я только что спас этот криптопроект? Я не столь заинтересован в этих деньгах, теперь думаю о том, вернуть ли некоторые токены или все-таки оставить их на этом кошельке. Издевательское сообщение, не так ли? Хакер не столь заинтересован в этих деньгах, его целью было нечто иное – дискредитация всего криптопространства. Но самое опасное, что этот взлом PolyNetwork, как кроссчейн платформы, тянет за собой последствия для остальных интегрированных протоколов. Например, протокол ZeroFree – пул, использующий PolyNetwork для перемещения токенов между различными блокчейнами. Ему пришлось заморозить весь функционал, связанный с PolyNetwork, чтобы предотвратить взломы и в своей собственной сети. Также и Tether, централизованная компания, которая выпускает стейблкоины USDT, заморозила около 33 миллионов долларов в токенах, украденными хакерами. Ну и вишенкой можно считать это письмо, которое PolyNetwork опубликовал у себя в Твиттере и в котором обратился к хакеру. Это даже смешно. Дорогой хакер, дорогой хакер, мы команда PolyNetwork, мы хотим выйти с тобой на связь и призываем вернуть украденные активы. Количество денег, что ты украл, рекордное в истории DeFi. Законодательство любой страны определит это как крупнейшее экономическое преступление, и ты будешь наказан. Очень неразумно с твоей стороны продолжать проводить транзакции и дальше. Деньги, что ты украл, принадлежат десяткам тысячам членам криптосообщества, следовательно, людям. Ты должен с нами пообщаться, чтобы найти решение. Однако не одним письмом от PolyNetwork будем сыты. Партнер PolyNetwork, поддерживаемый Китаем, Ху Тайгер, уже сообщает о том, что нашел информацию о почтовом ящике, IP-адресе и даже устройстве, с которого был произведен взлом. Они выяснили, что первоначальным источником финансирования хакеров был Манера, приватная криптовалюта. Также они отследили денежные потоки и сделали выводы, что эта атака была запланирована и организована давным-давно. Это была подготовленная кампания против DeFi протокола. А что ты думаешь по этому поводу? Так как хакер прямым текстом написал, что деньги его не сильно интересуют, а также называл украденные активы щиткуэнами, думаю, это была акция дискредитации децентрализованных финансов, и будем честными, проблемы у этого сектора полным-полно, ведь он, можно сказать, совсем еще младенец. Следующая тема – это обновление по закону о криптовалюте в США. Сенат США не смог принять двухпартийный компромисс о криптоналоге. Самое интересное, что не смог всего лишь из одного сенатора, который и отклонил этот законопроект о криптокомпромиссе в инфраструктурном биле. Пока что закон отправили в палату представителей без каких-либо поправок, то есть в своем первоначальном виде. Это значит, что это самый худший его вид для криптоиндустрии в США. Министр финансов Джанет Йеллен на сайте Министерства финансов США подчеркнула важность его принятия, чтобы добиться прогресса в вопросах уклонения от уплаты налогов на крипторынке. Она изо всех сил пытается сохранить положение в законе, которое обяжут даже криптопрограммистов, кодеров и майнеров подавать отчетность в налоговые органы. Принятие закона в таком виде может привести к тому, что многим майнерам и блокчейн-разработчикам США придется либо прекращать свою работу, либо искать счастье в других странах. Но сейчас я хочу перейти к самому главному, ради чего я вообще затронул эту тему. Брюс Фентон, управляющий регулируемым сек-брокером, опубликовал эту таблицу. На первый взгляд абсолютно непонятную. Это всего лишь навсего деньги, полученные Джанет Йеллен от банков за свои публичные выступления. Еще раз, деньги, полученные министром финансов от банков за свои выступления, где она просто что-то рассказывает. В целом это 7,2 миллиона долларов за год. Активнее всех, кстати говоря, был Банк Сити. Посмотри, сколько выплат было от него. Эти выплаты сами банки называют speaking fee. То есть плата за то, чтобы говорить. Также министр финансов Джанет Йеллен получила миллионы долларов от таких банковских учреждений, как BNP, UBS и другие. Эти так называемые гонорары от банков наталкивают на мысль, что министр обслуживает даже не правительственные, а банковские интересы. Теперь понятно, почему Джанет Йеллен так настроена против криптовалют. Ведь банки для нее это золотая жила, приносящая миллионы долларов в год только лишь за то, чтобы она выступила и что-то там сказала. Как по мне, это не гонорары от банка, а самые, что не есть, взятки. Они платят за то, чтобы она говорила то, что им угодно. Впрочем, это еще должен доказать суд, а сама Джанет точно будет это отрицать. Мы видим, что министр финансов США защищает интересы банков и существующей финансовой системы. Так что приветствия криптовалютной революции с ее стороны никак не дождешься. Но все, что она делает, это борется с неизбежным будущим ради кратковременных, настоящих удовольствий. Теперь я хочу поговорить про еще одного сенатора, Ричарда Шалби, который не только обсуждает, но и голосует за новый криптозакон. По его финансовым махинациям я тоже нашел интересную инфу. Он также глубоко сотрудничает с банками, и скорее всего без них он бы не стал тем, кем он сейчас является. На этом сайте мы можем найти информацию о финансировании его политических компаний. Мы видим, что крупнейшими его спонсорами за последние пять лет стали именно коммерческие банки. Их доля стала больше, чем доля инвестиций и ценных бумаг. Большие банки спонсируют этого сенатора, и через него могут транслировать все, что им захочется, в том числе и борьбу с криптовалютами в США. Продажные политики и сенаторы, продающие свой голос и свои речи за американский доллар, который печатается одной кнопкой против биткоина. Даже забавно смотреть на эти потуги умирающего, но все еще сильного и смертельно опасного дракона. Забавно, что на этом фоне основатель кардана Чарльз Хоскинсон планирует организовать масштабные митинги в Вашингтоне в поддержку криптовалютной индустрии. Такого в криптоиндустрии еще не было. Масштабные митинги за криптовалюту. Это круто. И теперь поговорим про последнюю тему сегодняшнего видео, про Российскую Федерацию и состояние криптовалюты в ней. По информации инсайдера сайта freedmanclub.com, правительство России, скорее всего, уже разрабатывает план, согласно которому все криптовалютные транзакции будут находиться под контролем банков. Каким же образом они это сделают? Скорее всего, они смогут создать сервисы, которые позволят проводить идентификацию клиента криптокошелька по цифровым отпечаткам. Такие сервисы помогут банкам определять, в какое время и какой клиент осуществлял перевод средств на зарубежный криптообменник или биржу. Также, возможно, клиентов банков обяжут декларировать криптовалютные активы. Кроме этого, в Российской Федерации могут сделать так, чтобы обязать крупные площадки хранить информацию о клиентах, а владельцы криптовалют будут вынуждены сотрудничать с государственными органами. Таким образом, уже до 2025 года правительство планирует контролировать каждого владельца криптовалют в России. Что ты думаешь по этому поводу, пиши в комментариях под этим видео. А на этом все. Меня зовут Богатейши Ди. Подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который будет в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok